В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского района в студии Максим Козлов. Здравствуйте, но в начале выпуска коротко об основных событиях. В Развилковской школе обсудили стратегию развития образовательных учреждений сельского поселения. Есть готовая концепция, которая, я уверен, найдет свою реализацию на территории Развилковской школы. В детском отделении Видновской РКБ появилась необходимая вещь. Помог с обновкой доктор-клоун. У нас были всякие, конечно, тарахтящие каталочки, а теперь у нас такая красота. В кинотеатре «Искра» прошел ежегодный районный фестиваль «Мир распахнутых сердец». Мы вас любим, ребята! Вы у нас самые лучшие! Всего вам самого доброго! Продолжается череда родительских собраний в средних общеобразовательных учреждениях муниципалитета. В этот раз мероприятие проходило в Развилковской школе, где обсудили стратегию развития образования в сельском поселении. Подробности в сюжете Арсения Рогозянского. В Развилковской школе действует множество проектов. Учреждения заключают договоры с высшими учебными заведениями, такими как областной университет и институт нефти и газа. Такие действия призваны помочь ученикам определиться с будущей профессией. В эти вузы выпускники могут поступить по целевому направлению и в дальнейшем работать в близости от дома. В своем докладе исполняющая обязанности директора Развилковской школы Татьяна Бондаренко обозначила основные этапы развития образования. Идея нашей концепции – улучшение результатов качества образования через повышение мотивации, активизации творческой деятельности учащихся за счет внедрения в школьную систему образования, профессиональной ориентации учащихся на всех ступенях образования. Тему развития образовательного сектора в муниципалитете продолжил заместитель главы администрации Ленинского района Сергей Гаврилов. Он напомнил, что совсем недавно на территории Видновской гимназии была заложена капсула времени, которая послужила стартом президентского проекта «Современная школа». Он предусматривает возведение 50 образовательных учреждений по всей области, а гимназия получит дополнительную пристройку на 250 учебных мест. Есть готовая концепция, которая, я уверен, найдет свою реализацию на территории Розелковской школы, потом будет успешно применена в других образовательных учреждений Брехно-Орлеевского района. Ну и главная цель Татьяна Ивановна нам сформулировала конкурентоспособность и востребованность наших детей на рынке труда. В ходе встречи была затронута тема дошкольного образования. В общей сложности в детских садах муниципалитета воспитывается около 10 тысяч детишек. С каждым годом их число растет, как растет и количество новых дошкольных учреждений. За последние три года в Ленинском районе введено в эксплуатацию 10 новых дошкольных образовательных зданий. Проведена реконструкция с модернизацией и увеличением проектной мощности четырех действующих детских садов, в том числе два из которых находятся в сельском поселении Развинковское. Это детский сад номер 18 «Кораблик» и детский сад номер 45 «Сказка». Вклад в развитие образования вносят и родители. Самых активных из них, а также лучших педагогов наградили памятными медалями 90-летия Ленинского района. Награду удостоилась и директор детского центра «Дельфин» Гульнара Романадзе. Она отметила важность взаимодействия образовательных учреждений. Мы сотрудничаем со всеми учреждениями образовательными. И детскими садами, и со школой Развинковской. И те чемпионы, которые у нас имеются на сегодняшний день, и Рыловы, и Гирев, они здесь обучались. И много-много детей сегодня, родители награждались, которые являются кандидатами в мастера спорта по плаванию. Конечно, мы рады, что отметили это. Дети отправляются на летние каникулы, а в это время начинается планомерная работа по учению сферы образования в Ленинском районе. Уже осенью учеба для мальчишек и девчонок станет еще комфортнее и продуктивнее. Арсений Рогозянский, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Каждую среду в детское отделение Видновской районной клинической больницы приходит необычный доктор – клоун. Мы не раз в своих сюжетах рассказывали о том, как с помощью смеха и веселых игр он помогает маленьким пациентам выздороветь. Доктор-клоун, известный всему Ленинскому району еще как Клоун Алекс, имеет множество друзей не только среди детей, но и среди взрослых. Благодаря этой дружбе в детском отделении Видновской РКБ появилась необходимая вещь – каталка для перевозки лежачих больных. Подробности в сюжете Татьяны Брыловой. Четверо дюжих мужчин выгрузили из машины подарок, который для детского отделения приготовил местный бизнесмен Владислав Рымша. Освободив каталку от упаковки и поставив ее на колеса, с ней справиться смог уже один человек. Пара минут и необходимая в оказании медицинской помощи вещь доставлена в отделение. Эта перевозочная каталка нам просто необходима. Дети поступают и с судорогами, и с травмами, и с заболеванием крови, которым нужна перевозка такая в лежачем положении. И у нас были всякие, конечно, там тарахтящие каталочки, а теперь у нас такая красота. А вот это старая каталка, которой давным-давно пора на пенсию. По словам местных медицинских работников, она прослужила детскому отделению не один десяток лет. Здесь даже указаны некоторые имена – Андрей, Самсон, Света. Видимо, это те ребята, которые когда-то пользовались ее услугами. Новая кровать на колесах соответствует всем необходимым стандартам современной медицины. Два бортика для удержания пациента, поднимающаяся спинка, большие колеса. И что немаловажно, она мягкая. Сотрудники отделения выразили искреннюю благодарность Владиславу Рымше за такое ценное приобретение. Такие подарки мы принимаем не так часто, и это для нас очень значимо. Ну, чем мы можем поблагодарить? Только нашими улыбками, нашим выздоровлением. Владислав не в первый раз помогает детскому отделению. Осознавать, что ты можешь сделать доброе дело, говорит он, очень приятно. Кроме нас, взрослых, детям никто помочь не может. Поэтому мы помогаем регулярно. А сегодня мы сделали такой подарок, достаточно серьезный, на мой взгляд. Потому что именно эта вещь, она очень нужна детскому отделению. Я думаю, прослужит долгое время. После небольшой, но торжественной части мероприятия, за дело взялся клоун Алекс. Его приглашение поиграть с нетерпением ждали все пациенты детского отделения. Раз, спокойно. Два. Три. Горда, полисменты. Ребята постарше с удовольствием участвовали в веселой терапии. Миша Набиев лежит уже вторую неделю. Домой, говорит, конечно, хочется. Но выписавшись, он обязательно расскажет друзьям о том, как здесь было весело. Какая хорошая больница, какие хорошие врачи. Как медсестры делают уколы, то есть не больно делают. Ну и, конечно же, он расскажет о том, как в гости к ним приходил веселый клоун со своими друзьями, которые не только могут быть деловыми людьми, но и с радостью готовы окунуться в детство. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Сергей Ларин, Видное ТВ. В кинотеатре «Искра» города Видное прошел детский праздник «Мир распахнутых сердец». Этот ежегодный районный фестиваль приурочен к Международному дню защиты детей. Каждый год красочное представление посвящено определенной тематике. Не стало исключением и нынешнее. Традиционно фестиваль «Мир распахнутых сердец» начинается с игр у кинотеатра «Искра». С приветственным словом перед началом мероприятия выступили представители отдела образования. 15 лет мы самые дружные, потому что 15 лет у нас проходит фестиваль «Мир распахнутых сердец», который проводим накануне Международного дня защиты детей. Мы вас любим, ребята. Вы у нас самые лучшие. Всего вам самого доброго. После торжественного открытия все отправляются в зрительный зал. Сегодня на сцене кинотеатра «Искра» покажут свои артистические способности воспитанники 15 детских садов Ленинского района. Итак, зрители заняли места в зале и представление началось. В этот раз праздник «Мир распахнутых сердец» посвящен году театра и представлению, соответствующее приключения Буратино. Ведь здесь сюжет тоже связан с театром. На сцену по очереди выходят маленькие артисты из дошкольных учебных заведений. Всего в представлении приняло участие около 200 актеров. Среди них как воспитанники дошкольных учреждений, так и преподаватели. Для каждого «Мир распахнутых сердец» – это своеобразный экзамен. Этим праздником мы показываем всю работу, которая была сделана не только за год, за все предыдущие годы, потому что здесь участвуют подготовительные группы. И все, чему они научились за весь период проведения в детском саду, мы показали здесь, на сцене. Всего в зале собралось порядка 500 человек. Поддержать маленьких артистов и их воспитателей пришли и родители, и коллеги из других учебных заведений. В этом году я принимаю участие как зритель. И хочу вам сказать, что по-прежнему мы держим высокую планку. То есть наши праздники становятся лучше. Ну, предела совершенства нет, конечно. Ну, молодцы. Вообще, очень замечательный праздник. Особо стоит отметить костюмы, декорации, реквизит. В подготовке номеров активное участие принимали и родители. Это выступление – важная часть образовательного процесса. Причем и воспитатели здесь тоже учатся. Я всегда стараюсь брать что-то себе тоже на вооружение. Когда вижу, что показывают профессионализм дети с такими движениями, которые я еще вдруг никогда-то не видела, я всегда беру на вооружение. И очень довольна нашим праздником. Судя по бурным аплодисментам после каждого номера, праздником остались довольны все. В том числе и организаторы Управления образования администрации Ленинского района. Все ребята молодцы, тоже очень понравился. Удивительные красочные костюмы, номера, постановка, герои молодцы. Все старались от души, создавали настроение. И вот День защиты для детей подарили главным виновникам такой праздник. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. На протяжении всего года детей в дошкольных образовательных учреждениях и школах обучают правилам дорожного движения. Но, как известно, теория подкрепляется на практике. Именно поэтому в садике «Солнышко» ежегодно проводят викторину, где еще раз повторяют, на какой свет нужно переходить дорогу. Наша съемочная группа понаблюдала за состязаниями двух команд – «Светофорчик» и «Пешеходы». Надо строго соблюдать правила движения и нормы поведения. В преддверии летних каникул и Дня защиты детей воспитанники детского сада номер 9 стали участниками викторины, на которой еще раз смогли освежить и закрепить в памяти знания правил дорожного движения. С детства нужно детей приучать правилам дорожного движения, что они такие же участники дорожного движения, как и взрослые. Меня очень радует, что дети наши знакомы с этими правилами и порой иногда поправляют родителей, если они делают неправильно. Впереди лето – время, когда дети много времени проводят на улице. Поэтому вопросу безопасности на дорогах уделяется особое внимание. Единственное верное средство – это знание. Увидел, запомнил, повторил. Рецепт успешного освоения материала, считает инспектор дорожного движения Ирина Чекмарева. В игровой форме – это, наверное, самый лучший этап обучения детей безопасному поведению. Здесь можно и подкорректировать, и объяснить ребенку, как себя нужно вести. В игровой форме показать, что есть пешеходный переход, есть проезжая часть, дорожные знаки. В состязании приняли участие две команды – светофорчики и пешеходы. За победу в каждой группе боролись пятеро взрослых и пятеро детей. У каждой команды многочисленная группа поддержки. Правила дорожного движения написаны взрослым языком. Но, несмотря на это, дети далеко не новички в их изучении. За весельем скрывается работа. Конкурсы вырабатывают чувство ответственности, воспитывают внимательность, тренируют память. Когда красный человечек стоит, нужно стоять. А когда зеленый, нужно переходить. У меня не было трудностей, но правила дорожного движения. Только совместными усилиями родители и воспитатели могут объяснить детям трудный мир улиц. На помощь взрослым в детский сад пришли ученики шестой школы и загадали ребятам тематические загадки, которые еще раз помогли вспомнить очень важные вещи. На какой мне ехать вверх, чтобы не наделать вверх? Вверх! Правильно! Не только командный, но и сопернический дух захватил участников. Дети и родители работали сообща. Никто не хотел проиграть. Вот эти соревновательные мероприятия, они очень важны. Мы по-другому совершенно воспринимаем друг друга в этот момент. Мы понимаем, что у меня, я понимаю, что у меня есть вот такое надежное плечо. Мне сегодня очень понравилось то, что все улыбались и все были довольны. Веселье было грандиозное. Атмосфера невероятная. Конкурсы познавательные, загадки интересные. Дети остались в восторге, а родители счастливы, что смогли продуктивно провести время с детьми. Завершилось мероприятие награждением. По итоговому количеству баллов победу одержала команда светофорчиков. Анастасия Горелова, Константин Брылов, Сергей Ларин, Видное ТВ. Стадион «Металлург» – излюбленное место проведения турниров по футболу и мини-футболу в нашем муниципалитете. На этот раз на его поле сражались необычные команды, участники которых собственным примером доказывают, что футбол – это спорт для всех, спорт без границ. С подробностями наш корреспондент Екатерина Борисова. На стадионе «Металлург» прошел 19-й турнир Международной лиги по мини-футболу среди людей с ограниченными возможностями Сэнни Кап. Россия участвует в нем уже 17-й год, а вот в Видном он проводится впервые. Это международный турнир по мини-футболу. Очень важны там участники, потому что это дети с домов-интернатов, дети, которые, скажем так, умственно чуть-чуть отстают. Команды с Москвы, с Подмосковья, с Рязани, с Тула, с многих городов, которые на территории федерального центрального округа. Торжественное открытие турнира украсило выступление танцевального коллектива «Радуга» из Калычевского интерната. В первый день соревнований строгому жюри в ходе отборочных матчей предстояло определить полуфиналистов, а на следующий день выбрать абсолютного чемпиона, который затем вместе с финалистами из пяти остальных федеральных округов России отправится на международные соревнования в Польшу. На этом поле сразятся команды из 13 интернатов центрального федерального округа за звание чемпионов. Участники готовились к мероприятию целый год. Турнир проводится в соответствии с правилами FIFA с небольшими изменениями. Возраст участников от 14 лет, верхней границы нет. Они, конечно, не профессионалы, но, как и их футбольные кумиры, отдают всего себя игре и готовы тренироваться хоть каждый день, чтобы показать хорошие результаты на поле. Алексей Шохин из Егоревска уже 4 года занимается футболом, без которого не мыслит своей жизни. Я хочу когда-нибудь в жизни, мечта, конечно, я не хочу, а мечта. Попасть в сборную, в сборную, цели такие. Я, будем говорить, так острый нападающий, как Артем Дзюба, значит, игрок «Зенита». Я его очень уважаю. Вот они сейчас чемпионы стали у нас. И вот я роль его играю, только лишь его. Я болею за «Зенит» команду, но лично за игрока 22-й номер. Николай Береговой судействует на турнире уже 15 лет. Говорит, такие мероприятия, как воздух, необходимы людям с ограниченными возможностями здоровья. К тому же они могут открыть дорогу способным игрокам в большой спорт. Есть ребята талантливые, очень талантливые ребята. Ну, я не знаю, там, именно в таком футболе, понятно, они звезды уже сегодня. Какая дальнейшая судьба, очень сложно сказать, но есть перспектива. Организовалась сейчас в мире Всемирная лига чемпионов равные возможности, в которые ребята смогут играть и среди своих команд вплоть до выходить на чемпионат мира среди всех континентов. Живое подтверждение этим словам Виктор Пуртов, который начинал как рядовой участник соревнований в далеком 2003-м, а со временем дорос до тренера и получил высшее образование в области спорта. В 2007-2009 я в Польшу ездил, вроде бы. Вроде что такое? В составе команды-победителя. Да. Ну, это результат, да? Ну, мои ребята первый раз, когда поехали, третье место заняли, а второй раз поехали, уже, конечно, первое место. С этими, ребятами, мы второй раз едем. Но в этот раз мы сделали сборную с Иванчинским интернатом, объединили. Помимо самих соревнований на стадионе проходили веселые старты. Все желающие могли принять участие в мастер-классах по зумбе и йоге. По итогам финальных матчей второго дня защищать честь России на международном турнире в Польшу поедет сборная Калычевского ПНИ. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Сергей Ларин. Виднет. И в заключении выпуска расскажем о прогнозах синоптиков. А они предсказывают, что завтра, в первый день лета, облачная погода продержится весь день. Без осадков температура плюс 23 градуса. Это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»